всем привет наверное у каждой кто шьет есть вот такой вот огромный мешок с остатками с обрезками которые уже на полноценное изделие гадятся но рука не поднимается их выкинуть и в данном видео покажу как можно их превратить в оригинальное и неповторимое крутое изделие самое главное правило это красиво подобрать цвета чтобы они между собой очень гармонично смотрели вообще это на вкус и цвет и здесь такой просто полет фантазии может быть это огромное поле для творчества я например здесь решила заменить на бордовый ну а вот в этой серии сделать наоборот акцент на ярких цветах вот такой красавчик у меня получился а вот здесь более нежные у меня цвета будут и кстати еще одно важное правило если вы используете весь начес то откажитесь от тонкого трикотажа да например петли фактура ткани должна быть одна иначе это не будет смотреться хорошо и так выкройку берете любую абсолютно какую хотите хотите в точной рукав реглан или спущенное плечо спущенное плечо эту выкройку я строила сама а вот реглан и в точной рукав свитшот я ссылку оставлю в описании они есть бесплатные можете сразу на выкройке я вот здесь уже видно рукав разрезала до разрезать выкройку как вы хотите как вам нравится чтобы вам было легче и добавить главное припуски я же просто сразу по ткани беру и краю мозаику как хочу надо добавлять большие припуски потому что потом они у нас съедятся много и еще важное правило избегайте вот таких вот закруглений легче и лучше делать прямые ровные или вертикальные горизонтальные или диагональные углы вот здесь вот у меня не очень удобный был момент просто потом будет тяжело это все соединять также покажу сразу избегая все вопросы как она смотрится внутри не перемешались ли цвета ну во первых если качественный трикотаж высшего качества пенье то цвета никогда не перекраситься между собой и не полиняет никаких катышек быть не должно единственный момент это вот этот серый меланж вот здесь только у меня пошли катышки а остальные же цвета как вы сами можете видеть они прекрасны на лицевой стороне ну а внутри этот бомбер у меня уже стирался очень много раз он смотрится вот так вот начес пригладился сжался скатался но цвета как были яркими сочными так и остались на манжеты я использую кашкарсе как вы видите тоже остатки и обрезки тут кстати тоже главное подобрать красивый цвет можно сделать акцент яркий или наоборот приглушенный я же тут помучилась муки выбора у меня были какой цвет подобрать остановилась на сером он вообще подходит ко всему начнем со сборки это у меня будет спинка ну тут все понятно одну деталь соединяем с другой из 3 тут прямые ровные вертикальные линии ничего сложного я соединяю все на оверлоке на при желании потом каждую вот эту вот строчку отстрочить но я не буду париться сейчас главное пойти на утюг и хорошенечко приутюжить все швы в одну сторону а теперь можно взять выкройку и подровнять всю нашу деталь вот для этого мы увеличивали припуски делали большие потому что у нас оверлок очень много съедает я же теперь все ровненько и аккуратненько подравниваю но у низ можно удлинить немного это у меня модель такая свободная оверсайз поэтому здесь я не сильно убираю а полочку смотрите как мы соединяем по отдельности мы не можем к бордовому соединить поэтому надо сначала две маленькие соединить и потом уже одной большой линией по диагонали будем соединять кстати насчет ниток я не сильно запариваюсь я обычно беру светлые тона светлые нитки темные темные но здесь же я решила на бордовом поменять в крайнем петлителе одну нитку на бордовый и если вы не понимаете какую ткань может сверху то возьмите маленькие обрезки и потренируйтесь смотрите здесь неправильно надо перевернуть бордовый на низ а светлую ткань наверх тогда у меня строчка получится красивая светлые нитки на светлом и с другой стороны бордовая с бордовыми нитками красота получается ну можно так запариться вообще со всеми кусками но это будет конечно очень тяжело поэтому я обычно так не делаю но здесь решила вам показать кстати кому интересно как я сама моделировала свитшот оверсайз пусть на плечо берем любую выкройку у меня это выкройка лонг слива плечо подымаем на один сантиметр и продлеваем его я даже вам сейчас покажу на пять шесть семь сантиметров продолжаем здесь по ширине добавляем три-четыре сантиметра и прямую линию проводим низ тоже можно удлинить если вы хотите такую свободную объемную модель далее продлеваем линию плеща делая рукав рукав можете померить по руке ребенка от плеча до кисти или же приложить просто выкройку и удлинить можно и в этот тоже на пару сантиметров здесь делаем прямой угол и от проймы отступаем тоже вниз 3-4 сантиметра и соединяем ровную линию вот и все вот и вся выкройка модели оверсайз но пока вернемся к свитшоту все швы у меня хорошо заутюжены можно теперь собирать полностью весь свитшот рукава у меня смотрите бордо к бордовому идет светлый к светлому собираем плечевой шов пока у меня стоят нитки бордовые я соберу бордовые части потом вернусь к светлым чтоб десять раз нитки не переставлять это тоже кстати учитывать этот момент потому что с представлением ниток занимает много времени и не очень такой приятный момент рукав здесь втачивается в развернутом видео шов заутюживается на сторону рукава боковой шов и рукав потом одним заходом в этом месте делаем ровную линию и соединяем все готово теперь меняем опять нитки на серенькие соединяем вторую сторону здесь тоже очень важный момент смотрите чтобы швы не были перекручены то есть если он смотрит на низ то соединяем на низ чтобы потом изнанка была красивая это важный момент горловину и кашкарсе я вообще в краю на глаз но сейчас покажу самый универсальный способ кашкарсе главное брать маленькой плотности чтобы она хорошо растягивалась как я уже сказала чтобы ребенку было комфортно положили горловину как показано ленту на ребро и измерили это значение умножили на стандартный коэффициент растяжимости 075 то же самое касается и манжет это будет ширина у меня здесь даже я запасом выкроем но смотрите если у вас кашкарсе жесткая дубовая плохо тянется то лучше добавьте пару сантиметров у меня же кашкарсе мягкая тянется отлично а высоту смотрите какую вы хотите сами хотите чтобы была высокая горловина как у меня например здесь делайте высокую хотите низкая то покроите там сантиметров пять достаточно низ то же самое если из кашкарсе то умножайте на 075 и если как у меня из футера с начесом из этой же ткани то ничего не надо такая же ширина как и у свитшота манжеты горловину стачали в кольцо вывернули вложили в руках горловину и соединили на верлоке по кругу и вот такая красота у меня получается здесь горловина немножечко поменьше здесь с отворотиком получилось но манжеты наоборот как позволили остатки кашкарсе вот такие теплые классные свитшоты абсолютно разные по характеру по настроению по цветовой гамме ну и внутри это выглядит так этот свитшот еще не стиран и вы можете увидеть разницу а этот свитшот уже дочка несколько раз надевала и он стиран начес естественно внутри примялся пригладился но цвета естественно не перекрасились и с лицевой стороны все выглядит идеально в общем вот такие красавчики у меня получились яркие смелые а самое главное что ни у кого больше таких не будет так что пробуйте шейте а если было полезно ставьте лайки и подписывайтесь